Всех приветствую на моем канале! Хотелось бы сегодня вам показать мою красавицу. Это фаленопсис Филадельфия. Гибрид двух природных фаленопсисов. Фаленопсисов Шеверианы и Стюартианы. Позымствовала все самое лучшее от родителей. Пятнистые листья и великолепно нежные цветы. В этом году она цветет у меня довольно пышно и красиво, на мой взгляд. Как никогда она держит 4 листочка и ни один из них не сушит. Что для нее удивительно, потому что обычно всегда 3 лепестка и не более. Когда расти четвертый, начинает сушить самый нижний. Но в этом году она определенно набрала силу, дала 2 цветоноса. И оба красиво цветут. Стоит на полочке, конечно, ютица. В связи с чем у нее есть некоторые повреждения на цветочках. Это бросоволки своими иголочками. Ранили великолепные цветы Филадельфии. Эти крапушки на лепестках. Ох, как же они красивы. Также хотелось бы отметить, что все мои заказы орхидеи начались именно с фаленопсиса Филадельфии. Я стала искать ее, увидев фото в сети. Я влюбилась просто в эти великолепные цветы. Хоть они и небольшого размера, но природная способность давать множество цветов, она, согласитесь, подкупает. Очень красиво смотрится форма лепестков, раскраска. Я люблю нежные тона. И вот полюбилась она мне очень, стала ее искать. Тогда заказы как-то не были распространены. Именно вот в России, скажу, что было сложно ее раздобыть. Но я купила ее с рук. Маленькой деткой. Надеюсь, ставлю для вас фотографию, какая она у меня была. И вот сейчас уже можно видеть размер лепестков из такого маленького стакана. Она у меня превратилась в громадину. Могу сказать, что корневую она дает приличную. Наверное, даже больше самой листовой массы. То есть, если дать еще больше ведро, она его плетет корнями. Но растение уже получается у меня с 18-го года. Нет, пересадка была в 18-м году. А вот когда она ко мне попала, я, наверное, напишу в названии видеоролика. Потому что пересадка вот в это большое такое вот кашпо. Изначально это кашпо, но, конечно, оно уже имеет отверстие. Это горшок на дне и по бокам у нее есть отверстие в горшке. Чтобы воздух гулял и корни, не дай бог, не загнили. Снимаю для вас ее в полном распуске. Я надеюсь, она попадет в ролик о цветущих моих орхидеях. Уж не знаю, когда я смогу его заснять. Потому что многие сейчас с бутонами или уже отцветают. Поймать всех сразу мне никак не получится. Но обязательно будет ролик о цветении. Я думаю, что она будет присутствовать в цветущих орхидеях. Цвести она у меня стала буквально на следующий год, как укоренилась в том вот стакане на фотографии. И прекрасно стала расти, расти, расти. Нарекания у меня к ее жизни у меня дома вообще никак нет. Конечно, когда я ее приобрела, и она впервые у меня зацвела, мне захотелось же, конечно, иметь ее родителей. Они также у меня есть и растут, и цветут у меня в коллекции. Ее вот такие вот браморные всполохи на листьях. Это любовь. Любовь с первого взгляда. Если у вас еще нет этой великолепной Филадельфии, то я вам точно буду рекомендовать ее. Я не знаю, кто поставщик именно моей, потому что купила ее с рук, и даже не знаю. Но ее мама очень красиво цвела. Необычайно пышно. И я рада, что этот ребенок унаследовал все самое лучшее от своей мамочки. Ну, непосредственной мамочки Филадельфии, я имею в виду. Конечно, родители у него мы все знаем. Шиле растет. Растет он у меня в горшке с корой, археатой. Здесь есть пенопласт, здесь есть осмокот. Здесь есть пенопласт, конечно, который многие, возможно, и не любят субстратин, но я ничего не имею против него. Также там есть точно уголь. Возможно, его сейчас не очень хорошо видно, но я знаю точно, что в посадке я его использовала. Сейчас снимаю этот видеоролик для вас, и мне пришла такая идея. Сейчас цветы у нее как раз свежий распуск. Есть вариант опылить саму на себя и потом посеять ее семена. И да, я все-таки опылила парочку цветочков. Вот один. Я думаю, хорошо видно пыльцу одного цветка. И второй. Сейчас покажу вам. Вот он тоже там. Сделала я это вчера, получится днем. Еще не прошло суток. Будем наблюдать по одному цветочку на каждом цветоносе. Здесь я опылила самый свежий цветок. Свежий раскрытый. Здесь не такой свежий раскрытый, но в принципе у Филадельфии они распускаются практически одновременно. Редко у какого фаленопсиса происходит так. Но в Филадельфии происходит именно так. Они открываются преимущественно одновременно. Поэтому в принципе все цветы свежие. И на этом я буду закругляться. Буду ждать солнечных дней, чтобы снять для вас видео цветущих, чтобы максимальное количество фаленопсисов распустили свои грозди цветов. И мы смогли увидеть очередную красоту Нового Года. Я благодарю вас всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Пока-пока.